Пришли, поговорили, зачекинились. Программа Check-in на Радио ТВ. Друзья, это программа Check-in на Радио ТВ. Всем привет, меня зовут Олег Пархоменко, и у меня в студии уже зачекинился у микрофона мой гость Семен Кривенко-Адамов. Его зовут, Семен, привет. Здравствуйте. Я рад тебя приветствовать в студии Радио ТВ. Семен – композитор и исполнитель собственных произведений. Поэтому человек, который с музыкой на «ты» музыку любит и любит делиться своей музыкой с окружающими. Как настроение? Отличное настроение. Музыка всегда с тобой? Конечно. Что тебя вдохновляет в музыкальном плане? В музыкальном плане может вдохновлять в принципе все, что угодно. Это может быть во время прогулки, да, пришла какая-то идея, это может быть какой-то фильм, это может быть даже услышанная другая композиция, да, или услышанная история. А может быть просто вот оно пришло, и ты сам не можешь понять, откуда оно. Ну, то есть это просто чувствуешь? Да. Это вот откуда-то берется абсолютно с неизвестного пути, но это нужно уловить и преобразовать в прекрасную музыку. Да, абсолютно верно, вот я могу сказать, что музыка не пишется умом, вот так. Сердцем? Наверное, сердцем, да, или еще чем-то. Ну, чем-то, что тяжело уловить, наверное, это вот какой-то такой тонкий струнной души, нервной организации, которые помогают для этого именно. Как давно ты с музыкой вот стал на «ты», как давно ты этим начал увлекаться? Да, увлекаюсь музыкой с самого детства, когда еще меня, даже до того, как меня в музыкальную школу отдали, так как семья музыкальная, у меня все играли и отец, и мать, и дед, он также был композитором, его, кстати, некоторые произведения были включены в программу музыкальных школ. Ух ты! Ну, и так по накапливанию. То есть у тебя такая музыкальная династия? Да. Это вообще очень классно, и было, по большому счету, предрешено твоя любовь к музыке задолго, задолго до того, как ты начал это осознанно, наверное, делать. Ну, может быть, не предрешено, но если ты ее постоянно слушаешь. Ну, постоянно это вокруг тебя, и ты проникаешься в любом случае. А все, и родители где-то, все на клавишах играли? Да, родители на клавишах, мать на клавишах, но вот, допустим, если взять туда более ранние, да, там есть и мандолина, и флета, и скрипка. Вот у меня дед, например, он играет, ну, я не знаю, ну, наверное, на десяти это минимум. Он на чем только не играет, ему что в руки попадет, он что-то сыграет. Потрясающего музыкального таланта человек. Ну, можно так, но он и не только, он еще и художник, он и редактор, и поэт, ну, вообще все. Тогда просто потрясающего таланта человек. Замечательно, это же круто, когда можно взять в руки любой инструмент и сделать на нем какой-то музыкальный шедевр, исполнить что-то очень качественно и красиво. Честно, я как человек, который не умеет играть на музыкальных инструментах, правда, ну, каюсь, хотя очень, очень хотелось в свое время. Но, тем не менее, я всегда восхищаюсь виртуозностью исполнения на любом музыкальном инструменте. Как ты определился, что для тебя клавиши это любимое? Потому что я так понимаю, что ты тоже играешь на нескольких музыкальных инструментах. Ну, я играю, в принципе, только на гитаре и на фортепиано. Очень есть такое желание большое научиться играть на скрипке. Я продумываю сейчас, где можно найти этот инструмент. Ну, хотя бы, чтобы по ютюбу как-нибудь... А чем привлекает скрипка? Мне нравится ее мелодичный такой звук. Он очень похож на человеческий голос, на женский вокал, можно так сказать. И, в принципе, в своих композициях я скрипку максимально привлекаю. Вот. И очень хотелось бы самому научиться. Ну, то есть, очень гармонично в твоих композициях она выглядит, да? Вот она тебе нужна. Ну, это очень интересно. А знаешь, может быть, ты ответишь на вопрос, почему ее называют инструментом дьявола? Или как правильно о скрипке выражается? Ну, да, я слышал такое. Если честно, я не могу объяснить. Вот почему-то только вспоминается вот эта вот картинка, да? Что каза с дьяволами скрипка. Вот очень эффектно смотрится. Но больше я ничего не могу сказать. Ну, такой очень пронзающий звук, который прям бьет в точке, наверное, самые нужные и самые правильные. Такая мелодия, которая льется от скрипки. Но давай вернемся все-таки к фортепиано. К клавишным. Как часто играешь? Как занимаешься часто? Репетиционный процесс у тебя насколько налажен? Стараюсь заниматься как можно чаще. Но бывают такие периоды, когда вот просто не хочется садиться. Я просто не сажусь. А бывает такое, что вот я чем-то занят, там сижу на работе. У меня кошмар какой-то. Я чувствую, что сейчас вот мне бы сесть, и этой возможности нет. И это очень печально. А так стараюсь заниматься именно тогда, когда к этому расположена душа. И стараюсь быть в гармонии, в такой, чтобы заниматься хотелось как можно чаще. Ну то есть у тебя нет такого, что я должен обязательно каждый день столько-то отыграть. Это все по душе должно быть? Нельзя принуждать себя к этому, получается? Я считаю, да. Я считаю, что правильно стремиться к качеству занятий, а не количеству. Правда, есть исключение. Это если у тебя, например, какой-то концерт, да, вот сейчас вот скоро должен быть, то, конечно, надо заниматься даже, если к этому душа не очень расположена. Ну то есть через практику тоже вырабатывать вот это вот состояние готовности, уверенности. Да, есть еще, кстати, вот тоже такой момент, часто аппетит приходит во время еды, и все-таки тут надо как бы чувствовать, когда нужно заниматься, а когда нет. Я уверен, что есть моменты, когда занятия идут не в пользу. Вот это тоже надо, тоже постараться чувствовать. Понимаете, лучше вовремя отойти от инструмента, чтобы не навредить тому, что уже создано. Да, потому что вот еще, кстати, такая мысль, бывает такое, что именно вот в этот момент, когда тебе кажется, что ты должен отдохнуть, к тебе именно и приходит, да, откуда-то вот что-то, вот какая-то энергетика, которую ты просто должен сейчас уловить, а потом уже придет момент, когда нужно будет заниматься, и это все уже вливать, да, в музыки. У тебя, как у композитора, создание мелодии, создание музыки, это на отдельном уровне стоит, несколько иначе, чем у других людей представление об этом. И скажи, пожалуйста, кто-то говорит, что вот сел, начинаешь что-либо играть, и тогда приходит какая-то мелодия. Кто-то говорит, что в голове что-то родилось, какая-то мелодия, и тут же там надо ее попытаться наиграть и продолжить. У тебя как, за инструментом больше приходит мысль музыкальная или вне него? Ну, такой достаточно сложный вопрос, но я бы так сказал, что я, прежде чем сесть за инструмент, я чувствую, что у меня есть какой-то потенциал внутри, который сейчас должен на что-то переродиться, вот, в принципе, тогда. А другое дело, когда тебе, например, там поступает какой-то заказ, да, и ты знаешь, что, ну, надо что-то написать, вот, тогда уже я пытаюсь сначала проникнуться этой идеей, да, этой мыслью как-то, и уже после этого уже садиться играть, наверное, так. Во время, то есть, что я сначала сел играть, не знаю, тяжело, тяжело так. А давит на композитора вот это слово «надо», слово «заказ», слово «сроки», что нужно вот как-то это все делать быстро и качественно, давит? Ну, есть же разные композиторы. Например, меня не давит, потому что я далеко беру не за все, я беру только то, что мне близко. Другое дело, есть композиторы, которые там сочиняют для сериалов, да, для кино и так далее. Цели и задачи определенные. Да, и тем более у них еще есть, ну, как, пожелания, да, заказчика, которые надо учитывать. Вот это, я считаю, очень давит. Это сложно? Ну, в принципе, да, наверное. Тем более, что часто бывает, вот сколько я общался, да, в том числе с композиторами, которые для кино и для сериалов пишут, вот, они мне рассказывают то, что бывает так, что они чувствуют это так, а заказчик говорит, нет, давай поменяем, давай что-то изменим, давай сделаем короче, давай более примитивно, давай более, ну, вот это вот постоянно, давай, давай, давай. Давай, 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 вот так, давай, вот так. Но это тоже своего рода работа, и они, думаю, понимают, когда соглашают сотрудничать с такими проектами, как сериалы и кино, что нужно будет учитывать мнение режиссеров и кого-то еще, кто имеет к этому отношение. Да, именно поэтому у разных телеканалов и радиостанций и так далее есть уже, как бы, определенная база, с которой мы уже наработаны, и они знают, что этот, он, там, гибкий, он может, он и так далее. Да. Я так понимаю, ты больше вот направлен на запись студийных альбомов, композиций, песен, мелодий. Как много у тебя уже твоих авторских композиций? Ну, вообще так, чтобы именно незаписанных, а те, которые есть либо там на диктофоне, либо в записи нотной, таких очень много, я даже не скажу сколько, наверное, более ста. А чтобы были записаны в альбомы, у меня есть два альбома, в каждом из них по девять композиций записанных, и четыре сингла. Сейчас работаю над третьим альбомом. А как вот из этих более ста композиций выбираются вот эти девятнадцать, восемнадцать, двадцать, которые войдут в альбомы? Ну, есть, опять же, есть разные стадии, да, у всех композиций. И некоторые, я уже знаю, что они точно уже завершены, и что мне не хочется ничего изменить. А некоторые у меня такие, как бы, под вопросом. Сыроваты? Ну, в твоем понимании, или как, неправильное слово? Ну, есть такой момент, когда какая-то приходит, да, мысль, да, какая-то музыкальная, ты ее, как бы, записал, что-то, ну, какую-то заметочку сделал, и чувствуешь, что она, как бы, не окончена, что это, как бы, первая серия, что еще должна быть вторая серия, может быть. То есть, такую позицию не стоит включать в альбом, потому что она будет дорабатываться? Да, наверное, да. Ага. Ты выступаешь где, как часто со своими композициями? Я так понимаю, что у тебя есть свои концерты, которые ты периодически организовываешь. Как это происходит? Сольные концерты, которые я устраивал, я обдумывал сценарии, я искал людей, которые мне в этом могут помочь. То есть, ну, в принципе, организовывал я. Иногда бывает, что меня приглашают, и, ну, я уже, я думаю, стоит ли, как бы, выступать или нет. Ну, вот, из тех, которые уже были, совершены концерты. Это три сольных концерта. Один в художественном музее и два в свободном пространстве Куприн. Ну, сольник – это особенная история, особенная подготовка, особенные какие-то эмоции, переживания, чувства. Да, там я стараюсь продумать максимально все, чтобы было логично, порядок композиций, какие именно композиции и так далее. Часто я, кстати, привлекаю, ну, не только дело, это что музыка. Стараюсь, чтобы и поэты выступали. Ну, вот, из них, которые прошли два концерта, я привлекал поэтессу Розу Лермонтову. Вот последним я еще привлекал вот так актеров с театра «Друзей». То есть ты пытаешься свои вот сольные концерты разнообразить, сделать более яркими и красочными, и музыку еще усилить, какие-то впечатления от нее, чем-то визуальным, чем-то таким вот словесным? Да, я хочу, я стараюсь сделать так, чтобы то, что видит зритель, да, и слушать, чтобы оно воздействовало не только на один орган чувств, да, чтобы это было такое, как бы, более что-то всеобъемлющее, да, и звуки, то, что человек видит непосредственно через зрение, и то, что человек может, ну, в общем, много разных органов чувств, что были задействованы. Много времени занимает подготовка к сольнику? Ну, в этой практике. Чаще бывает так, что мне нужно больше времени, чем у меня есть, ну, когда именно уже концерт вот-вотно скоро будет, я могу, в принципе, просидеть и 3-4 часа, вот, если это необходимо. Сейчас у тебя идет работа над третьим альбомом? Сказал, насколько он готов? Ну... И когда ждать нам выхода третьего альбома? Пока что сказать трудно, когда его ожидать. Сейчас у меня конкретно, чтобы законченных, есть 4 произведения, которые у меня, которые я играю, вот, и есть еще 3-4, которые еще я буду дорабатывать, а запись начнется, вот, буквально через неделю начну первую записывать. Ты так постепенно, да, ты по одному треку записываешь, или сначала готовишь полностью программу, а потом приходишь в студию и... Раз, альбом. Не, у меня это все такое длительный, обдуманный процесс. Пошаговый? Да, пошаговый, наверное, так. Ну, так, наверное, и проще для творческого человека, потому что пока одно делаешь и записываешь, второе где-то в голове дорабатывается, додумывается, как-то, может быть, даже иногда меняется. У тебя, кроме сольников, еще достаточно много выступлений, куда тебя приглашают? Ну, в принципе, да, но я не могу сказать, что прям много. Ну, мы тебя желаем, чтобы было много. Ну, возможно, да. Где выступал вот в последнее время, и запомнилось что-то вот так особенное? Ну, так, чтобы именно запомнилось, запомнилось выступление в художественном музее, где я выступал с поэтессой Розой Лермонтовой, и все это так прошло на одном дыхании, светлое, ну, не знаю, очень приятные ощущения остались. Кроме композиций музыкальных, как композитор, ты еще и являешься автором песен, не только музыки, но и слов. Сколько их у тебя в твоем багаже, в твоем, я не знаю, тетради? Или как это правильно называется у композиторов? Ну, есть записи, которые делаются в стол, да, есть записи, которые уже осуществлены, да, в студийные... Расскажи обо всем, и о столе, и о студийных. Ну, такие, которые в столе, и которые я, наверное, никогда не вынесу, люди. А почему? Потому что они, наверное, больше личные, они передают какие-то страницы из своей биографии, да, которые желательно лучше никому. Вещи, которыми поделиться не хочется для себя. Да, они, можно сказать, интимные. Внутренние. Да. Я понял. А сколько общедоступных тем, те, с которыми хочется поделиться? Ну, есть, которые записаны, их около 20. Они доступные, но, правда, они тоже ограниченно доступные. У меня есть в ВКонтакте группа закрытая. Вот. Туда я принимаю, ну, можно так сказать, близких людей. Но почему-то так получилось, что когда задеваешь музыку, например, в той же ВКонтакте, она почему-то оказывается на всех пиратских сайтах. И уже с этим ничего не поделаешь. Были случаи, когда мне люди, ну, знают, которые, что я пишу музыку, они присылают эти записи, которые первые, которые я уже забыл, о них есть. Спрашивают. Это что, твое, ты, правда, песни писал? Выдивляются. В каком жанре ты любишь писать песни? О чем? Тема? Есть какая-то одна песня, да? Если автор слов, то ты также являешься в своих композициях. Да, я являюсь автором слов в своих композициях. По поводу жанра я стараюсь не ограничивать себя к определенным жанрам. В детстве я очень мечтал научиться хорошо петь, но почему так получилось, что вот когда происходил, вот когда ломался голос, именно в этот период я перестал заниматься вокалами, мне почему-то уже сложно было в это все, как бы... Вернуться, обратно. Да, вернуться. И мне вот многие песни, вот так хочется, чтобы пропеть это красиво, ну, я чувствую, что у меня недостаточно, наверное, навыков и умений, чтобы это сделать красиво. И я, ну, можно так сказать, что мои песни в основном это либо рэп, либо ретчетвертки, либо же, как бы, такой легкий напев. То есть я не показываю там супер свои вокальные данные, а стараюсь делать так, как я умею. Кроме того, я привлекал людей, которые поют хорошо. Есть записи с певицами, да, с девушками, которые непосредственно этим занимаются на профессиональном уровне. А о чем? Есть темы какие-то, ну, такие самые для тебя популярные, наиболее часто используемые? Да, это, можно так сказать, глобальные философские темы. Ну, я постараюсь так осуществлять. Либо же это лирика про любовь. Давай о сотрудничестве с поэтами поговорим. Насколько часто это происходит у тебя? И ты сам тоже являешься поэтом, тоже. То есть слова песен, и, кстати, это тоже поэзия? Ну, кстати, тут я не совсем согласен, потому что все-таки текст песни, да, и стих, это вообще разные, как бы, уровни, разные ниши. Я считаю, что мне далеко очень до поэта. Вот. А именно о сотрудничестве я всегда рад сотрудничать, не только с поэтами, но и с просто музыкантами, и с актерами, ну, в принципе, с разными людьми, хоть даже с художниками. Есть планы какие-то вот ближайшие, о чем хочешь поделиться, о чем хочешь рассказать? Планы. Был очень такой интересный план. Зимой я его хотел, как бы, начать реализовать. Есть такой у меня, как бы, сценарий, можно сказать, фильма. И я очень хотел начать его съемку, начал подыскивать актеров, начал разрабатывать сценарий. Но, как оказалось, в будущем, ну, вернее, последствии оказалось, что на это нужно гораздо больше ресурсов, чем мне показалось на первый взгляд. И пока он остается в таком законсервированном виде. Но я думаю, что когда-нибудь я к нему возвращусь, и в этом фильме хочу собрать как можно больше наших донецких талантов. И актеров, и поэтов, и художников, и режиссеров, сценаристов. Ну, то есть такая вот у меня идея большая, но пока что она абстрактная. Ну, это очень интересная, свежая идея, такая мысль. Я тебе желаю, чтобы она у тебя скорее воплотилась, и для этого нашлись как возможности, так и желания у всех, в принципе, тебе в этом помочь. Я думаю, тогда все станет гораздо проще, легче, быстрее, интереснее. Но в любом случае, во всех твоих делах начинания, как музыкальных, так и околомузыкальных, что называется, у тебя огромный-огромный успех мы желаем. Спасибо, что пришел к нам в гости. Вообще, ждем твоих концертов, ждем доработки третьего альбома. Где можно смотреть? Как называется эта группа ВКонтакте, и можно ли там найти твои композиции? Она называется Семен Кривенко Адамов Композитор. Можно просто забить поиски Семен Кривенко Адамов, и это все быстро находится. Верный путь с тобой пообщаться и посотрудничать, если кто-то изъявит желание. Я думаю, что ты такие предложения тоже рассматриваешь. Да, конечно. Ну, замечательно. Семен, спасибо, что пришел к нам в гости на Радио ТВ. В гостях программы Check-in был Семен Кривенко Адамов, композитор и исполнитель собственных произведений. Тебе всего хорошего и замечательного дня. Пока. До свидания. Пришли, поговорили, зачекинились. Программа Check-in на Радио ТВ. Продолжение следует...